А я вот хотела все-таки уточняющий такой вопрос задать, потому что, ну, вы знаете, в силу вашей профессии вы наблюдаете за тем, что очень много граждан России, которые сейчас рассредоточены по всему миру в надежде, что режим Путина падет, и они смогут вернуться в Россию, они все следят, и у каждого из них свое представление, кстати, как о Байдене, как и о Трампе. Вот, например, давно эмигрировавший в Соединенные Штаты Константин Боровой, никогда российский либерал, предприниматель в прошлом, другий соратник Валерия Ильинична Новодворской, да, вот он говорит, что это иллюзия, это, значит, работа пропаганды российской, это они убедили весь мир, что Трамп их человек, их агент их влияния, и, дескать, не надо забывать, что именно во время работы Трампа в Белом доме санкции против России вводились, дескать, Трамп, Путин считает, что он его союзник, но это не так. И поэтому мне интересно разобраться в этой ситуации, значит, потому что так все смешалось, мы живем в эру постправды, и очень важно понимать, что миф, что реальность, что пропаганда, и кто тут жертва пропаганды на самом деле. Ну и, конечно же, я не могу не спросить про вообще перспективу переизбраться у Байдена в силу его возраста, и главный аргумент, который сегодня трамписты используют в качестве аргумента против Байдена, это, конечно же, несоблюдение ленд-лиза и предельно низкое количество оружия, которое получила украинская армия для того, чтобы действительно осуществить молниеносное контрнаступление, молниеносно успешное. И поэтому возникает вопрос, кому нужна больше победа Украины, Трампу, Байдену, кто сможет предъявить это в качестве избирательной кампании, да, успешной избирательной кампании, может ли это повлиять? Или для американского избирателя это не так важно? Я бы хотела уточняющий вопрос. Вот вы сказали, что, значит, Байдена, главным его препятствием является несоблюдение ленд-лиза. Я бы хотела вас уточнить, что вы имеете в виду под несоблюдением ленд-лиза. И второе, про беспрецедентную низкую военную помощь Украине, я бы тоже хотела уточнить, что вы имеете в виду и с чем вы это равняете, объемы помощи, которые направляют США Украине. Я вот перед нашей встречей с вами буквально за несколько часов я встречалась с группой волонтеров, которые до сих пор собирают деньги для того, чтобы организовать поставки вооружения. Они говорят, всего 5% из обещанного было получено, 5% оружия, которое пришло от наших союзников из Америки. Поэтому я хочу понимать, Байден не спешит с этими поставками, потому что он хочет предъявить победу. Конечно, я очень уважаю, хорошо отношусь к волонтерам, но просто 5% это звучит фантастически ложно. Это просто не может этого быть, потому что мы постоянно видим новости о том, что Украина получает там танки, Украина получает такие вооружения. И сейчас мы говорим про американские. Плюс нужно понимать, что многие вооружения Украина получает из Европы, но это американские вооружения, которые находятся в руках европейцев, и поставку которых в Украину авторизует администрация Байдена. Но даже если вот это убрать, то 5% я не понимаю. Я, честно говоря, я просто не понимаю. Слова волонтеров для меня, честно говоря, не аргумент, потому что это просто не факт. Я могу сейчас, пока мы с вами разговариваем, просто быстро погуглить, я это сделаю. Я не знаю, что ты придерешься. Давайте про соблюдение ленд-лиза, это очень важно, потому что вы хорошую тему затронули. Вы привели тут мнение одного трамписта Константина Борового, но есть еще и другие, которые распространяют планомерную ложь про поставки оружия в Украину. Вот что касается ленд-лиза. Не могли бы вы просто уточнить, что вы имеете в виду под несоблюдением ленд-лиза? Просто иначе не могу ответить вопрос. Марина, доктрина НАТО о наступлении говорит, что без закрытого воздушного пространства любое контрнаступление не может быть успешным. F-16, обещанные F-16 придут к нам в лучшем случае к концу этого года. Это будет неполное количество, если изначально шла речь про 62, количество 62 летательных аппаратов. То сейчас говорят, что, наверное, там будет что-то около 5, 5-6, называется так. Нет точных дат, понимания, когда же они придут, когда наши ЗСУшники смогут закрыть небо и обеспечить тогда абсолютно полную безопасность и успешное продвижение. Поэтому, конечно, тут возникает много вопросов. Никто не говорит, что ленд-лиза отменен или кто-то отказывается помогать. Но мы понимаем, что эта война не затягивалась бы так надолго, если бы вооружение поставлялось в срок и в полном объеме. Что, по-вашему, удерживает? Вы мне задаете вопрос, и в этом вопросе содержится просто факт, утверждение, которое не соответствует действительности. Например, вы ссылаетесь на доктрину НАТО. Я просто не очень понимаю, каким образом Украина относится к доктрине НАТО. Украина не является частью НАТО. Страны НАТО не обязаны защищать Украину вообще. Нет, подождите, мы ведем современную войну, которая и в наши военные проходят инструктаж. Мы же не можем вести войну образца Второй мировой. Мы ее ведем согласно доктрине самого адреса военного. Доктрина НАТО распространяется только на члены стран НАТО. Да, украинцы проходят обучение в Америке, в европейских странах, участницах НАТО. Но просто когда вы говорите «доктрина НАТО», это звучит так, как будто у НАТО есть обязанность закрыть небо Украины по, собственно, своей доктрине. У НАТО нет такой обязанности. Я сейчас вам просто пытаюсь, понимаете, просто когда с помощью лжи вбрасываем, я сейчас говорю только про россиян. Я не про вас говорю. Тогда мы в необходимости обучать, согласно доктрины НАТО, наших военных. Тогда мы говорим о том, что мы учим военных вести войну по стандартам НАТО, но при этом мы не ведем войну по стандартам НАТО. Это же простой аргумент в пользу того, что мы не можем вести по-другому войну, потому что это гибридная война, это война нового времени, в которой впервые используются беспилотные летательные аппараты, дроны. Просто поэтому возникает вопрос, почему F-16 не поставили раньше? Вот и все. Мы же сейчас никого не отправляем. Нет, смотрите, вы как бы преподносите это так. В вашем вопросе звучит утверждение о том, что НАТО в силу своей доктрины обязана закрыть небо Украины. Этой обязанности нет. Нет, у НАТО нет такой обязанности. Я просто, ну я не знаю, как вам еще объяснить. Мы не говорим, что это обязанность НАТО, мы говорим, что это обязательства на себя взяли наши союзники. Нет, они не брали на себя такие обязательства. Нет, они на себя не брали обязательства закрывать Украине небо. Это то, что, конечно же, требуется, по идее, для ведения современной войны, это все понятно, потому что очень тяжело проводить операцию наступательную по земле, да, без прикрытия в небе. Например, американцы, когда их войска, это очень важно, участвуют в какой-то военной операции или в войне, будь то Ирак там или Афганистан, да, у них, конечно, всегда есть прикрытие с неба, это просто факт, да, это понятно. А лонгер не является разве таким обязательством поставка оружия? Я бы хотела уточнить у вас, что вы подразумеваете под ленд-лизом, просто вот вы, когда говорите ленд-лиз, вы что имеете в виду? Я имею в виду ровно то, что написано в ленд-лизе, вот и все, я имею в виду. А что там написано? Там написано, что ленд-лиз это просто форма передачи Украине оружия, там нет ни одного вида вооружений, который бы был перечислен как, вообще, там это не закон о видах вооружения, которые поставляются Украине или об их объемах, это закон о способе передачи Украине вооружений. Я сейчас цитирую вашего посла украинского Оксану Маркарова в США, который уже выступал с разъяснениями, потому что из-за пропаганды, которая вбрасывает, это пропаганда, которую вбрасывают российские граждане, которые, да, они объявляют себя там оппозицией Путину, либеральной оппозиции, они собираются на съезды, чешут об языками, они вбрасывают ложь о ленд-лизе. Вот вы когда говорите ленд-лиз, что там написано? На самом деле вы говорите совершенно другое, там написано совершенно другое, это способ, форма передачи Украине оружия, а именно взаймы, потому что ленд-лиз, ленд это лиз, это лиз, передача в аренду, да, ленд-лиз это форма, по которой американцы помогали, передавали оружие Великобритании во время Второй мировой войны, не только ей, во время Второй мировой войны. Великобритания закончила платить, возвращать долги по ленд-лизу только то ли в начале 2000-х, то ли вот где-то в этом районе. Значит, сейчас все, что получает Украина, она получает это оружие бесплатно, благодаря пакетам помощи, которые выделяет Конгресс. То есть как это происходит? Есть Конгресс, он принимает закон, да, а там, не знаю, помощи Украине, сколько там было последнее, на 50 миллиардов долларов, да, там расписаны пункты, там столько-то миллиардов на военное, столько-то на это, столько-то на это. Есть президент Джо Байден, у которого есть его собственная полномочия в рамках Presidential Draw Done Authority, это называется, и они приняли специальные указы Байдена там, как, Ukraine Assistance, в общем, короче говоря, полномочия этому дано в рамках самого же этого указа, что он может выделять Украине деньги, но там бюджеты просто не очень большие, там невозможно выделить 50 миллиардов, но вот тот миллиард, с которым, например, Тони Блинкен приехал, ну и с которым он объявил, да, я не знаю, уже объявил, ну, наверное, уже там поздно, это как раз происходит в рамках президентских полномочий, да, и вот на эти деньги закупаются там у Пентагона, да, вооружения, или там заключаются контракты, там, там, с Локхид Мартин и так далее, и так далее, и это все поставляется. Ленд-лис – это закон о способе передачи Украине вооружения. Если вы хотите, вот если вы призываете к тому, что Украина должна перестать бесплатно получать оружие от США, вы, конечно, можете, я не знаю, там, может, украинцы напишут петицию, скажут, мы не хотим больше бесплатно получать, дайте нам взаймы, чтобы мы потом еще сто лет расплачивались, а даже не сто лет, а больше, да, потому что украинская экономика и страна, как Украина работает. То есть я правильно вас понимаю, вы объясняете задержку в получении этого оружия, все-таки ленд-лис – это государственная программа, вот если быть точной, по снабжению оружием и стратегическими материалами союзников. То есть правильно ли я вас понимаю, если бы мы платили по ленд-лизу, то вооружение поступало бы быстрее, то есть вся задержка в том, что это бесплатная программа. Более того, вы же знаете, что 30 сентября – это день, когда фискальный год в Соединенных Штатах заканчивается, и заканчивается сам диктей ленд-лиза. И упомянутая вами Маркарова сейчас бьет вовсе Калак-Лаана, работает над продолжением закона о ленд-лизе в Соединенных Штатах. Она говорит о том, что украинские власти, вот буквально цитата, работают над тем, чтобы Соединенные Штаты Америки продлили действие закона о ленд-лизе для Украины после сентября. Хотя поставки оружия по этой программе до сих пор, говорит она, не осуществлялись. То есть буквально эта программа не по передаче, а, как я уже сказала, для оказания военной помощи, вот по снабжению оружием. Смотрите, вы опять, вот вы говорите, не осуществлялись. Они не осуществлялись, потому что Украина получает бесплатно. Это я вам прочитывала, Маркарова. Так хорошо, но если они, ну это же договоренность заключается в том, что даже бесплатно она должна, оружие должно поставляться. Или вы считаете, что это камень предхоронения? То есть Украине нужно заплатить за это оружие, чтобы ускорить эти процессы? Мне кажется, вы, просто мне кажется, что когда украинцы, не понимая, что происходит, и вы, кстати, вот вы цитируете посла Оксану Маркаровой, я нашла ее заявление, она сделала его, боже, я 22-й год. А, так, так, так. В конце сентября заканчивается действие, ну не закон, проекта, а закона о ленд-лизе, на котором мы сейчас работаем. Вы знаете, почему они работают над продолжением этого закона? Потому что он был принят на случай того, что трамписты в Конгрессе США просто заблокируют всю дальнейшую помощь Украине. И больше не будет пакетов помощи. Вот, кстати, сейчас, вот на конец августа осталось где-то 6 миллиардов, чуть меньше, типа 5, там и 8, 7, ну не важно, 6 миллиардов долларов, да, из пакетов, полученных ранее. Джо Байден затребовал у Конгресса 29 миллиардов долларов новой помощи Украине. Пока, я не знаю там в рамках каких сессий они будут это принимать, ну, наверное, осенние, я просто не знаю, когда именно, вот, и в рамках каких бюджетов, да, потому что мы все знаем, что бесконечно в Америке существуют битвы по поводу бюджетов, там, будь то продление работ правительства или там фискальный бюджет. Но есть большая вероятность, ну, есть вероятность, я бы сказала, она больше, наверное, 30%, а может быть, даже еще больше, что трамписты просто заблокируют принять помощь. Тогда включится, тогда нужно продлить, да, действие закона о Ленд-Лизе нужно продлить, потому что... Карина, Ленд-Лиз дает президенту с Америки возможность без голосования за каждый пакет помощи в Конгрессе принимать решения о поставках оружия Украине странам Восточной Европы пострадавшим от вторжения России в Украину. В чем это отличается от того, что я сказала, я не понимаю. Они заблокируют, никакого голосования, никакого... Как они заблокируют? Я говорю, что они заблокируют помощь, выделяемую Конгрессом. Вот то, что вы сейчас отслушаете. У них нет права на это. Да не по Ленд-Лизу, вы не слушайте меня, не по Ленд-Лизу. Ленд-Лиз – это отдельный параллельный закон, который... Ну-то, не подлежит никакой блокировке, просто проблема... Я не по закон говорю, Юлия, вы меня не слушаете. Я вам говорю про то, что сейчас Байден затребовал, вот последнее. Украина уже получила больше 100 миллиардов долларов. Это то, что выделил Конгресс США не в рамках... Ну, они вписывали это в бюджеты, не в рамках Ленд-Лиза. Давайте так. Последний раз Джо Байден несколько месяцев назад затребовал дополнительные 29 миллиардов долларов. На эти деньги планируется закупить или там взять, да, ну, то есть вы же не можете просто взять у Пентагона оружие. Ну, да, или, тем более, если у него нет, нужно заказывать, и сейчас эти заказы идут. Это все оплачивается из бюджета США. Значит, Джо Байден затребовал новые 29 миллиардов. Есть большая вероятность того, что республиканцы заблокируют этот, ну, я не знаю, пакет помощи Украине. Давайте назовем так, он будет куда-то вписан в какой-то бюджет. И тогда, по словам же вашей процитированной Оксаны Маркаровой, включится закон о Ленд-Лизе, который не потребует прохождения одобрения в Конгрессе. Понимаете? То есть уже есть закон как механизм, который говорит, мы будем передавать Украине оружие по закону о Ленд-Лизе, потому что он уже есть. То есть это не может быть дополнительно, это как бы альтернатива вместо, и это худшая альтернатива для Украины, потому что Украина будет за это платить, понимаете? И она будет за это платить, так же, как платила Великобритания. На самом деле Великобритания вообще входит в НАТО вместе с США, Украина в НАТО не входит, естественно. Ну, то есть я говорю, что нет никакого как бы оправдания, почему Украина не будет за это платить. Вот я вам, давайте, я вам процитирую НВ, новости, Юэй. Значит, Оксана Маркарова, 26 июля... Это новое время, это новое время. Можно, это новое время, да. Значит, дальше. Надеемся, говорит, значит, Оксана Маркарова, надеемся, что нам удастся... Ну, я вам не буду говорить, что вы уже говорили про Ленд-Лиз, да, что они работают над тем, чтобы продлили срок действия закона. Надеемся, что нам удастся убедить коллег, чтобы выделить нам гранты в дополнительном бюджете. Под грантами Оксана Маркарова подразумевает, ну, в смысле, имеет в виду вот эту помощь, пакеты. Но если с этим будут какие-то задержки или определенные трудности, то наличие опции лизинга или аренды оружия очень важно. Важно, чтобы оно оставалось возможным. Вы понимаете, что Ленд-Лиз – это передача оружия в лизинг, как машины берут в лизинг. Маркарова также добавила, что идет комплексная работа с американскими партнерами по всем направлениям. В частности, ведется работа с Конгрессом на тем, чтобы в госбюджете США на 2024 год было предусмотрено больше средств для Украины. Ранее спикер МИД Украины Олег Николенко объяснял, что по Ленд-Лизу США могут передавать Украине оружие в аренду или на условиях лизинга. А сейчас Украина получает помощь за средства федерального бюджета США. Посол Украины Оксана Маркарова также объясняла, что пока у Украины есть возможность получать поддержку бесплатно, она будет ее использовать. Я не знаю, как еще просто объяснить, что такое Ленд-Лиз. И просто вы вот мне задали хучу вопросов, почему тормозится помощь. То есть нужно просто понимать, то есть как бы, конечно, можно возмутиться тем, что американские войска с точно таким же успехом не вошли в Украину. У американцев нет обязательств вообще никаких перед Украиной. А США, я сейчас опять же говорю, это не с позиции того, что я считаю, что США не должны помогать Украине, да, или там у них нет такого морального обязательства. Оно, конечно, есть и политическое, да, но оно не записано ни в одном договоре. Если США, и вы в этом убедитесь, если Трамп придет к власти, и вот вы тогда можете спросить у Константина Борового, а что же случилось? Почему же теперь вся Украина отходит Путину? Константин Боровой наставит на том, что это все пропаганда, что при администрации Трампа вводились санкции. Да, вводил Минфин санкции против Русала, которые пришлось, кстати, снять. Олег Дерипацкий, Дерипацкий вообще давно в санкциях там находится, с 2007 года. Что касается Северного потока, это опять же любимый пункт, который любят использовать российские пропагандисты. Я не знаю, в каких отношениях они состоят с Кремлем, но они всегда проводят выгодную Кремлю линию. Продолжение следует...